День Крещения Руси широко отметили в Брянской епархии. После торжественного богослужения, которое возглавил митрополит Александр, состоялся крестный ход и закладка камня в основание строящегося храма во имя святого князя Владимира в поселке Октябрьский. В день памяти равнопостольного князя Владимира, крестителя Руси, митрополит Брянский Севский Александр возглавил Божественную Литургию в Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы. Владыка Александр поздравил паству с праздником и зачитал послание святейшего патриарха московского эвсея Руси Кирилла по случаю 1025-летия Крещения Руси, а также поблагодарил губернатора Брянской области Николая Денина за те усилия, которые он, прилагая для духовного роста жителей Брянщины, помогает в восстановлении храмов. Уважаемые Владыки, мы все будем делать соборное с вами, чтобы восстанавливались и строили церкви, собор, монастыри. И мы сегодня смотрим, что больше и больше жителей и России, и земли Брянской обращаются к московскому. После службы состоялся крестный ход по историческому центру города от проспекта Ленина, бывшей улицы Петропавловской, до арсенальной, бывшей улицы Никольской. Завершилось шествие на площади перед Кафедральным собором, где всех ждал праздничный концерт и театрализованное представление, посвященное равноапостольному князю Владимиру. Просвящение Руси началось с семьи самого великого князя. Прибыв из Корсуни, в 988 году были крещены 12 юных сыновей князя. В памятный день состоялось еще одно знаменательное событие. В поселке Октябрьский митрополит Брянский Севский Александр совершил чиносвящение закладного камня в основании строительства единственного брянской епархии храма во имя равноапостольного князя Владимира. На месте будущего храма был водружен православный крест. Этот храм будет напоминать нам об этом юбилейном событии и будет напоминать нам о том, что мы православные христиане, что мы должны дорожить своей верой и хранить, и как самое драгоценное сокровище передавать эту веру нашим детям и внукам. Временный каменный храм построили всем миром в рекордные сроки за 2,5 недели. Перед освящением здесь прошла божественная литургия, которая собрала местных жителей со всей округи. Храм во имя равноапостольного князя Владимира будет деревянным, 18 метров в высоту. Его строительство начнется в ближайшие дни. Когда построится деревянный храм, во временном помещении разместится воскресная школа. Долгожданное освящение и первое богослужение стали большой радостью для местного прихода, у которого раньше не было своего молитвенного здания. Я поздравляю всех жителей нашего поселка с тем, что будет храм у нас, тем, что есть куда пойти поклониться и послужить Богу нашему.